Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Главные темы дня. Указ президента Республики Западная Армения о формировании Совета искусств культуры, наследия и ордена. Защита Западной Армении – новый стимул для решимости арцахцев Магер Артюнян. Документальный фильм «Беженцы из Арцаха. Изгнание и выживание». Политика увеличения виртуальных мечетей в оккупированном Арцахе. На табличках, представляющих столицу Анни в Западной Армении, оккупированной Турции, почти отсутствует упоминание армянской истории города. Красная линия Ирана. В армянской церкви Сурбхач на острове Ахтамар состоялась 12-я литургия, где приняла участие делегация Западной Армении. Указ президента Республики Западной Армения 102 о формировании Совета искусств культуры, наследия и ордена, принимая во внимание статью 77 и 82 Конституции. Указ президента Республики статья 1. Формирование Совета ордена искусства, культуры и наследия. Совет предназначен для награждения тех граждан, которые выделили свои работы в области искусства, культуры, литературу или наследия и своим влиянием способствовали развитию и распространению искусства, культуры, литературы и наследия в Западной Армении и во всем мире. Статья 2. Почетным знаком будет медаль, посвященная памяти в ортопете комитации Сухамон Сухаманян. Каждая награда подлежит решению министра и будет опубликована в официальном бюллетене Республики Западной Армении. Статья 3. Указ будет опубликован в официальном бюллетене Республики Западной Армении и вступит в силу через день после публикации. В интервью с Вестерн Армении Твит доцент Технологического университета Шуши, руководитель научного центра Каджар, историк Мегейр Арутюнян отметил, арцахцы ощущают себя более сильными и защищенными благодаря поддержке правительства Западной Армении. По его словам, доверие особенно укрепляется благодаря юридическим шагам, предпринятым президентом Национального совета Западной Армении Арминаком Абрамяном. Абрамян обратился в Европейский суд по правам человека с целью защиты прав арцахцев, что вдохновляет народ арцаха и открывает светлые перспективы для будущего. Инициатива вдохновляет арцахцев на решимость и продолжение борьбы на возвращение арцах. Это придает юридическую силу и служит моральной поддержкой для арцахцев в осуществлении их мечты о неизбежном возвращении. Считаю, что необходимо регулярно организовывать встречи с жителями арцаха, чтобы рассмотреть мнение представителей интеллигенции о возвращении арцаха, предпринимая совместные шаги. Подобные инициативы имеют стратегическое значение и глубокую символическую ценность, укрепляя веру арцахцев в будущее. Спустя год беженцы рассказывают. В конце сентября 2023 года после более чем 9 месяцев блокады 120 тысяч жителей арцаха в течение двух дней под давлением Баку были вынуждены покинуть свои исконные земли. Они оставили свои дома, работу, тысячелетние места поклонения и кладбище. Они сбежали, оставив все. Они нашли убежище в Восточной Армении, где в момент их прибытия поднялась волна национального единства. Спустя год проект «Восточные христиане» встречается с ними. Мы видели все еще глубоко раненых людей, которые находятся в тяжелом психологическом состоянии и с большим трудом представляют свое будущее. Их цель – однажды вернуться на родные земли. Но как они восстанавливаются, как представляют свою новую жизнь, какую помощь оказывают церкви, как они справляются со своей жизнью и какие надежды у них сегодня. В мероприятии принимает участие предводитель арцарской епархии епископ Партанес, а зато и Симуниан и Сарковак Маис, социальная служба Эчмядина, Кур-Серпуи, Армянская католическая церковь, Каринек Гадукян, Центр Карт-Мер-Рук, Гюмри, Аруш-Каврилян, Дошкольный центр Арусяк Абовян и трогательные свидетельства беженцев. 15 сентября в воскресенье в 9.30 по Парижу и в 11.30 по Еревану на телеканале «Франц-2» будет показан документальный фильм «Беженцы из Арцаха. Изгнание и выживание». Авторы сценария фильма – Томас Вань и Гюм Джухерян, режиссер Гюм Джухерян. Просмотр спутников карт позволяет утверждать, что азербайджанская сторона начала искусственно увеличивать количество мечетей в Арцахе. При просмотре деревень района Гадрут через службу Google Earth заметно, что знаки о наличии мечети были добавлены в населенных пунктах Тагарес, Вартшат, Камракурч, Сариншен, Цамдзор, Ток. При этом знаки о наличии мечети в деревнях размещены произвольно, поскольку при увеличении изображения видно, что они установлены на зданиях сельских домов и дворов. Также было установлено, что знак о наличии мечети был добавлен в город Аскеран. Согласно карте, она находится рядом с городским кладбищем. Можно констатировать, что азербайджанская сторона продолжает политику исламизации Арцаха и в виртуальной среде. Знаки о мечетях искусственно размещаются на сайтах, показывающих спутниковые снимки и доступной широкой публике. Целевыми объектами стали районы Гадрута, где большинство деревень ранее были армянскими и в них никогда не было исламских молитвенных домов. Особенно выделяется, что мечетями наделены деревни, расположенные ближе всего к городу Гадрут. Разваленные средневековой столицы сегодня являются одними из самых посещаемых туристических объектов в оккупированной Турции и Западной Армении, где ежедневно можно встретить сотни местных и зарубежных туристов, которые посещают один из самых выдающихся армянских городов того времени и знакомятся с культурными памятниками, которые в той или иной степени сохранились до нашего времени. Среди туристов много армян, которых можно встретить на территории Анни почти каждый день. Армян привлекают в первую очередь таблички, представляющие историю города и памятников, на которых почти не упоминается армянское происхождение города и факт его строительства армянским царством. На табличке расположены прямо у городских стен представлена вся хронология средневекового города, начиная с древних времен – камсараканов, багратионов и т.д. На табличках подробно описана история основания города багратидами, однако не указано, какой национальности и происхождение были представители этой царской династии. В хронологии города также упоминаются, что некоторое время Анни находился под властью грузинского царства, но ни слова о армянском царстве. Такая же картина наблюдается и на табличках, представляющих памятники, где указаны годы строительства, имена строителей царей и правителей, но не упоминается их армянское происхождение. Более или менее в этом отношении собор Майр-Ани представлен должным образом. Напомним, что входной билет в город стоит 8 долларов США в эквиваленте турецких лир. После избрания нового президента Исламской республики Иран государственная позиция по армяно-иранским отношениям не изменилась. Власти Ирана продолжают поддерживать территориальную целостность Восточной Армении и отвергать идею коридора Зангизу, который нарушает суверенитет Армении. Посол Ирана Восточной Армении подтвердил эту позицию, особенно когда обсуждения касаются маршрута, соединяющего Баку с Нахадживаном через Сюнигскую область. Для Ирана важно, чтобы изменения на границе не противоречили и его стратегическим интересам. А в вопросе управления коридорами Иран выступает против привлечения иностранных сил. Напомним, нынешняя граница с Ираном и единственный суверенный участок международной границы Республики Армении 1920 года Западной Армении официально признан Верховным Советом союзных и ассоциированных держав. В армянской церкви Сурбхач на острове Ахтамар-Озеро-Ван армянскую литургию отслужил патриарх Константинополя архиепископ Саак Машалян. Перед службой он посетил Ван, где встретился с губернатором. На литургии прибыли армяне из Константинополя, Восточной Армении, США и Германии. Представители Западной Армении также присутствовали на службе. Присутствующие тронутые событием поделились эмоциями. Впечатления были неописуемы. И эти моменты навсегда останутся в наших сердцах. Но возвращение было самым трудным. Казалось, что мы оставили ребенка на острове. Этим ребенком была наша церковь, которую мы снова оставляем в руках врага и уходим. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!